Приветствую вас в городе Чангмай в Таиланде. Я хочу вам показать красивый вид, который открывается из гипермаркета Майя. Мы в этот гипермаркет приезжаем покупать холстые краски, очень классный отдел с художественными товарами. Такое количество художественных товаров одновременно я не видела еще ни разу в жизни. Одних видов акварельных бумаг, наверное, не знаю. Если брать все размеры и все фирмы, то это может быть видов 50, наверное. Сейчас мы находимся на стоянке машин в этом гипермаркете. Можете обратить внимание, что практически все машины либо белые, либо серебристые, но больше даже белых, потому что солнце такое сильное, что белые машины меньше нагреваются. И белые машины более популярны в Таиланде, чем какие-то либо другие цвета. Сейчас мы с третьего этажа будем спускаться на первый этаж. Руслан хочет взять кофе. Вот я с ним просто посижу, потусуюсь и немножко покажу вам, как устроен гипермаркет, если меня не поймают и не запретят это делать. Вот такой вот вход. Тут вот эскалаторы. И на этом этаже находится мой любимый магазин с констоварами. Сейчас мы будем ехать на эскалаторе. Нам надо ехать вниз. А есть ещё четвёртый, по-моему, этаж. Вот там, вверху. Тут, как везде, очень много всяких товаров, всяких кофеин. Вот. Ну, вообще, цены конкретно в гипермаркете здесь не дешёвые. То есть самое выгодное, это, конечно, покупать всё на рынке. Но мы вот ездим из-за концтоваров в этот магазин. В этой кофейне мы как-то сидели с одними знакомыми с YouTube-каналом. Люди предложили встретиться. Были здесь, в Таиланде. И мы пообщались, сидели в этой кофейне. Сейчас едем в цокольный этаж. Руслан хочет посидеть в кофейне. И тут ещё всякие кафешки с едой, с обедами. Сидевая кофейня. Мистер Донат. Тут всякие ещё вот такие шняги продаются, сладкие. Руслан уже предвкушает кофе. У него такая характерная улыбка на лице. Предвкушающая. Сейчас он его вкусит, и мы повезём огромные холсты домой. У меня пришло два заказа с Etsy, неожиданно совершенно. И пришлось ехать вот срочно в этот супермаркет. для того чтобы приобрести холсты. Холсты потребовались необычного размера. 1,60 на 95, 1,60 на 80, но 60 на 8 заготовок тоже нет в Таиланде. И вот сейчас нам пригодится как раз наша распиловочная станция для того, чтобы переделать холсты большего размера в холсты меньшего размера. такой выход придумали для заказных работ. В общем-то, наверное, можно было что-то подобное для распиловки холстов приобрести и здесь, но мы на самом деле переживали, что не всё, что, говорится, запросто можно купить в России, можно купить в Таиланде. Так и оказалось. Например, мы не взяли мебельный степлер, а у нас оказалось, что здесь мебельные степлеры работают от пневматической установки и были вообще проблемы с поисками мебельного степлера. В итоге купили через интернет-магазин тайский. В основном тут, конечно, не вегетарианская пища, очень много разного мясного всего. Вот. Но выбор огромный просто еды. Вот. Тут какие-то всякие жамочки типа семечек. А вот, кстати, это вегетарианское, по-моему, кафе. Да, вот это вегетарианское кафе. Сейчас как раз проходит вегетарианский фестиваль. Вот такие роллы ели в рисовой бумаге. Вот как эти. Да, вот Руслан хочет взять. Они с овощами. И вообще вот это вот всё, это всё вегетарианское. Бургеры вегетарианские. Вот это вся еда вегетарианская. И видите, сейчас вот такое объявление висит. Вот всё, что сейчас относится к вегетарианскому фестивалю, у него вот такой вот на жёлтом фоне красный значок. И... А вообще-то, в принципе, кафе, оно всегда только вегетарианской едой торговало. Вот. Вот люди прямо с вещами приехали с вокзала. Видите, вот тут вот с рисом вот такое вот всякое. Вот такие всякие блюда дают. Тут это всё вот из соя. Это всё вегетарианские продукты. Руслан вот взял такой вот блинчик, да, в рисовой бумаге. Ну, как бумага, рисовая. Там овощи внутри. Да, и там внутри овощи. Вот это вот уже не вегетарианское всё. Тут различные... Видите, вот тут прямо циферками обозначены разные блюда. Потому что тут очень много иностранцев, очень много китайцев вообще приезжает, туристов. Тут вот всякие запчасти курицы. Видите, там вам и печень, и ноги, и руки. Разные вот креветки. Цены в батах. Ну, это можно на два умножать, и как раз получится рубль. Вот, видите, тут с морепродуктами всякая еда. Это вот китайцы выбирают, что они будут кушать. И вот тут вот тоже вот так всякие блюда нарисованы. Вот девушка улыбается в кадр. Вот я кальмар вот этот вот меня как-то соблазнил. Когда-нибудь я, может быть, такого вот кальмара гриль себе возьму. Может быть, на день рождения, не знаю. И вот салатные листочки ещё. Очень приятно будет выглядеть. Рука будет прямо тут есть, если нет, душа горит. Потому что после кофе требуется срочно заесть вегетарианским каким-то блином. А вот тут ещё всякие кофейни. И вот тут за общим столом все кушают, потому что это Азия. Все очень любят сидеть кучно, вместе. Вместе веселее и вкуснее. Вот. Вот такие вот дела. Вот там должна быть, наверное, канарейка. Но канарейка, видимо, умерла. Или её сварили в одном из супов из местных. Вот. И тут вот даже есть кое-что симпатично украшенное. Какой-то уголок. Да. Тут вот выставлены какие-то муляжи куриц. Какие-то как муляжи куриц. Это муляжи или это настоящие? Я не пойму. А, и даже написано. Смотри. Называется кафе. Ко-ке-хо-хо. Ко-ке-хо-хо. Вот. А тут вот делают шейки. Да. Из фруктов смешивают. С йогуртом делают. Без йогурта делают. Всякие виды шейков из фруктов. Очень вкусно. Когда я была сыроедкой, я только шейками не питалась. Вот. И вообще это вот... Вот это тоже относится к вегетарианскому фестивалю. Видите, на жёлтом фоне. И мы такого типа пельмешки ели вегетарианские пару дней назад в другом, правда, месте. В другом супермаркете. Они вот лепят вот такие вот пельмешки с вегетарианской начинкой. Вот цены на всё это хозяйство. В общем, такая вот получилась у нас небольшая экскурсия про тайские котешки. Ну вот ещё на... Это не мороженое. Я думала, это мороженое, а это какие-то пирожные. Что-то странное, разноцветное. А, мороженое. Мочи айс-крем. Вот. Мороженое. Я никогда не пробовала тайского мороженого. Но Мариане оно очень нравится. А, вот такое мороженое. Какие-то шарики с мороженым. Видишь, как интересно. Ханэ энд мочи. Мочи. Пусть вкусный будет ролик. Ну и... Пусть очень понравился ролик. А что там было? Там, я помню, морковка, что-то ещё. Там какие-то овощи были разные. Ну и, конечно, там немножко остринки есть. А, да, я помню, острова давно было. Ну всё. Ну так, маленько совсем. Теперь мы идём в супермаркет. Это вот отдел нарезки в супермаркете. Ананас, дыня, драгонфрут, джекфрут, папайя. Какие-то сборные замесы. Это вот манго. И тут вот арбуз наверху ещё. Ананас, сападила разделанная. Вот это я, кстати, даже не знаю, что это такое. Я никогда этого не пробовала. Что это? О, глянь, даже сметанное яблоко или как оно там называется. Гранат. Разные видны какие-то мандаринов, танжеринов, яблоки. А вот это хурма местная. Она не такая, как наша, она твёрдая. А это вот, а это было не сметанное яблоко. Это, наверное, вот это, сахарное яблоко, да. А это вот дорогой фрукт неразделанный. Так выглядит местные, местные гранаты. Они вот такого цвета, видите, местные гранаты, они не красные. Они вот такие вот светло-розовые. Это гигантские какие-то киви. Я не знаю, что это такое. Я такое впервые вижу. О, авокадо гигант. Ага. 62 килограмма. Вот, кокосы молодые. Этого папайя зелёные. Маленькие, маленькие авокадо. Опять драгонфруты. Ну, цены тут, конечно, завышены. На рынке всё это дешевле стоит. Вот, это вот как раз ихняя канталу. Называется дыня такая специфическая. Это вот тоже дыня, то вот помело, бананы разных видов. А вот это вот, это пошинфрут. Это, да, пошинфрут. Такой с семечками кисленький очень фруктик. Семечки там едят, собственно, изнутри только. И картошка. Картошка по цене у нас. Три картофелины стоят 40 рублей. Вот такая вот цена. Луки. Разные видны картошек. Тыквы. Что они делают с этими тыквой маленькими, я не знаю. Перцы. Огурцы и помидоры. Лимон. Да, помидоры тут удивительно, что хоть разных сортов, но вы видите, цена на помидоры это 300 рублей. Вот на такой помидор. Вообще помидоры в основном только сливки выращивают. А это какие-то изыски уже. А, ну вот еще маленькие такие выращивают тут. А вот эти вот всякие изыски, на это так очень, что это что-то привозное. Бананы какие-то. Вот эти бананы, кстати, довольно дорого тут стоят. Самые дешевые бананы, это другой сорт, мы их называем колхозный. Можно пробовать виноград. Тут вот 150 видов винограда, а цена на него аж 499 бат. Ну, по 1000 рублей виноградик, нормально, да, такая цена. Хорошая. Вот, хорошая, знатная цена. Экзотические яблоки, упакованные в пленку. Вот. И тут органик, органик овощей, органические овощи. Цена на них тоже нереальная. Какие-то грустные эти. Да, баклажаны, это такие баклажаны. Я их запекаю дома. Это называется лунг экплант. Какое-то яичное растение написано. Очень интересно. О, кстати, где эти шампиньоны? Цена на них 200 рублей вот такая упаковочка, да. Ну, вот тут вот как бы изысканные такие продукты в этом супермаркете. В обычном тайском супермаркете, конечно, такого выбора нет. И цены там адекватные. В Таиланде вот такая вот на рынке стоит где-то 40 рублей. Вот такая вот одна. А тут она стоит 40 бат, 80 рублей. Да, капуста. Брокколи. Очень я люблю эти салаты Айсберг. Мой прям любимый вид салата. Но тут он, кстати, не очень дорогой. Я бы, кстати, салат Айсберг взяла. Что-то я прям по нему соскучилась. Вот даже есть... Да, они есть ободранные салаты Айсберг за 15 бат. О, вот это будет сегодня мой обед. Что-то какой-то подозрительно дешевый, да? Стилить. Да. Вот, даже органического салата Айсберг я сегодня ухватила. Вот, и всякая зелень. Но зелени много вообще в Таиланде. Еще я люблю вот такую мелкую кукурузку, я ее варю. Она и сырая, и вкусная, и приваренная. Так я слегка привариваю, вкусная. Вот. В общем, этот супермаркет, это для гурманов. Для гурманов и богатых гурманов, да. Вот, а там вот уже отдел всяких разных других вещей. Вот, булочный отдел и кафешка прямо внутри супермаркета. Тут вот можно взять что-то там вкусненькое, да, попить и поесть. И хотела показать вам тайскую кондитерию, да, вот такие тортики. Они очень любят тортики украшать так, чтобы детишкам очень это было увлекательно, да. Вот эти гурки они любят делать из пирожных, из печенек. Разные, видите, там мишки какие-то, птенчики. А вообще, это в основном белые берут выпечку, потому что, ну да, выпечка не очень в Таиланде популярна. Вот хлебные изделия, они очень дорогие. И нитайцы только гурманы хлеб покупают, в основном они хлеб не едят. И вот хлебушек один может стоить, ну это мультиграйн, то есть это концельнозерновой, 70 бат, это 140 рублей вот такой вот хлебушек может стоить. Вот тут пирожан уже присматривает себе хлебушек. Очень он, очень он любит хлебушек разный. Да, вот так вот. А вот моя любимая газировочка, это просто сода-вотер, то есть это вода просто газированная. А я ее очень люблю. И в основном ее тут и пьем. Необычная газированная. Она как-то очень хорошо утоляет жажду, и от нее даже как-то зрение проясняется во глазах. Это вот как раз тофу. Его готовят они по-разному, жарят, салаты добавляют. Вот тут вот яичный тофу, его можно вместо майонеза использовать. Видите, там соя нарисована. Вот, то есть с тофу очень много всяких продуктов. А вот это я даже не знаю, что это тоже, скорее всего, как-то это все. А, это лапшинство. А, вот это вот, это что-то с тофу связанное. Да, вот это яичный тофу разное просто производство. Интересная штука такая. Она как бы с яйцом, что ли, сразу. Ну, не знаю, ну, нечто напоминающее майонез, но только не жирное. Таиланд – это рисовая держава. То чего тут очень много, так это риса. Очень много всяких видов риса. Рис, конечно, тут невероятно вкусный. Тайский рис, который привозят в Россию, совершенно не такой на вкус, как самый обычный недорогой рис здесь. Это сложно описать, что в нем не так, все в нем не так. То есть он просто очень вкусный, без всего. То есть когда его ешь, даже без масла и даже без соли, он очень вкусный. В России тайский рис похож на русский рис. Вот, это вот тоже рисовая лапша. А вот это вот отделы очень разных всяких лапшей быстрого приготовления, которых тут очень много. Это там маленькая порция риса, да? Вот, видите, 100 грамм риса. Вот видите, вам и красный, и черный. И черный рис такой недорогой, 109 бат, да? А у нас в России, я видела, то ли 500 бат, полкило стоит черного риса. Черный рис очень полезный, считается. Тут вот консервы. Это разные виды бобок в баночках. Кстати, мне кажется, они не пробовали в баночках их, и всякие вот эти штуки. Я очень люблю Маш. Просто Маш, например, с Машем еду готовить рис с Машем. А, это вот типа нута, что-то, да? А вот вообще какие-то даже как супы, кукуруза, курино-суки. Вот, а это вот тунец. Баночка с тунцом, но батареин довольно дорогой, но вкусный. Тут много видов тунца, это все тайское производство. Я нашла то, что мне было нужно, это сушеная морская капуста, 57 бат. Это она не листами, это не нори, нори что-то тут нет. Но она тоже прикольная, ее можно добавлять в салат, в суп. Просто так можно жевать. Мне нравится. Еще они тут продают грибы. А, вот это же гриб-рейши, да, по-моему. Очень крутой гриб-рейши. Из него делают эти бады разные такие. Он считается как гриб от стаболезней, что ли. С китайской медициной очень используют гриб-рейши в разных видах. Вот тут его продают, видите, какими слайсами целиковыми. Я не знаю, что они с ним делают, готовят они его или... 150 видов разных орехов от производителя. Кстати, кешью выращивают в Таиланде, и он тут дешевле, чем в России стоит. Вот. Вот грецкий фундук, вот эти вот макадамия, фисташки, 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 фисташки. Вот, арахисы, это кешью тоже, это виды кешью разные. Вот, это что, арахис резаный? Нет, это фисташки резаные. Вот какой-то орех. А, вот фисташки. А это этот, как его, almonds. Я забыла, как это по-русски. Бывает так, что забываешь, как это по-русски. Вот. Руслан, как almonds по-русски, орех. Almonds. Almonds. Миндаль, это вот. Забыла название, да. Тут вот маш, разные соевые бобы, фасолики. Но, чиа-сит, семена чиа. У нас такого я никогда не видела. Тут, ну, разные виды бобовых. Да, вот перловочка, моя любимая крупа в Таиланде. Потому что тут с крупами вообще проблемы. Тут нету ни гречки, ни... Гречка только зеленая, а гречки нету. Нету пшена, нету пшеницы. Вот только перловочка. Перловочка и рис. И разные, разные виды бобовых всяких. В общем, мы на сегодня уже гуляли, помогаем. Мы купили то, что надо и то, что не надо. И сейчас поедем домой. Вот. И еще я пойму сейчас салатом Альберг. Очень мне его хочется. Запил газированной водичкой. Ну, все. Всем счастливо. Надеюсь, вам с нами было. Друзья, у вас. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Продолжение следует...